Всем привет дорогие друзья, с вами Bloodlinos и мы будем проходить сегодня Девушку в Скарлупе. Это блин, уж и конечно же я ее растянул на очень долгое время и как вы видите я записывал последнее прохождение 30 января. И получается я уже около, не знаю сколько, сколько дней, 13 дней наверное я не делал эту игру, не записывал. Но сегодня мы конечно же ее продолжим. Давайте загружаться на самом интересном месте. Как вы помните остановились мы на том, что мы привели тока и тока в музей искусств, я даже помню. Мы на самом кстати интересном остановились и я так вас конечно же подвожу, потому что ну все-таки очень много игр вышло, извиняюсь конечно за это. И плюс еще там то проблемы, то еще какая-то херотень происходила. Но сейчас я обещаю вам, что будет выходить по 3 серии в день. Я надеюсь, что блин, ничего не произошло, потому что расстреляют и все подряд происходит, я не знаю, может что угодно произойти. Ладно, поехали. Я обещаю, что по 3 где-то серии будут выходить каждый день, может быть больше, я попытаюсь ее залпом пройти. И будем дальше в Аданахару проходить. Все что я хотел, там игру престолов, которую вы не смотрите и жизнь странная. Мы конечно же уже прошли, все. Так, наша экскурсия подошла к концу и мы вышли из музея. Жуть как полезна, правда тока? Хм, да, наверное. Кстати, мы заметили очень интересный момент, что тока похожа на ту девушку, которая именно в скорлупе. И мне очень много комментариев написали, что я ж смеялся. Я просто смеялся сквозь слезы, потому что мне написали, что у меня будет еще одно дело. А я еще даже первое не раскрыл. Но честно говоря, я не понимаю, какое может быть еще дело. У меня и так просто очень много дел. И убийства. Блин, я не знаю, когда я убийство только пройду. Ладно, не буду растягивать. Так, что случилось? Ты как-то приуныла. Просто немного устала. Пожалуй, брат, нам пора возвращаться. И правда. Кстати, я еще хочу вас порадовать одним событием, что после вот этой игры мы будем проходить бесконечное лето. Так что, кто хочет за бесконечное лето, напишите в комментариях, вообще хотите ли вы его. Потому что игра очень долгая. Говорят, она интересная, очень интересная. Но не знаю, в принципе, насколько она может быть интересна. Потому что даже я читал люди, которые не играли в такие игры. Они, когда заходили, думали фигня. И просто выйти не могли оттуда. Хотя люди, которые любят экшены и там всякое такое. Так, меня беспокоит Тока. В музее, когда она смотрела на девушку в скорлупе, на лице ее застыло загадочное выражение. Скрывается ли за этим нечто важное? Шедевр или нет? Это всего лишь картина, нарисованная девушкой. Не может случайно оказаться точной копией Тока. Может быть, с Токой ее рисовали. Откуда же ты знаешь? Я думаю, что такое сходство можно списать на простое совпадение. Мать Тока или какая-нибудь родственница могла бы послужить моделью. Но если подумать, мать Тока, Чизуру, мне очень-то похоже на девушку, которую я видел на картине. Хм. О. Краем глаза я заметил знакомое лицо. Все верно. Я здесь надо... Пока я здесь, надо задать парню несколько вопросов. Парню? Рейдзи? Юкари, прости. Ты не могла бы пойти домой без меня? Я не против, но это связано с работой? Да. Понятно, будь осторожен. Я уже позабывал, как их зовут, половину. Юкари побежала догонять двух Тока. А я вернулся в музей искусств. Ага. А, ну мы вот этого почтальона заметили, да? Который там бегал везде. Войдя внутрь, я увидел, что парень Мори, Яроцуки, о чем-то спорит со Стеллой. Фотографировать запрещено. Да ладно, это же пущий пустяк. Но ведь запрещено. А если я по всем правилам получу разрешение от редакции? Но фотографировать запрещено. Эй, вы двое, пожалуйста, успокойтесь. Пора их разнять. Глядишь, с парнем потом будет проще договориться. А вы кто? Мы виделись пару минут назад. То, что забыла, что ли? В той серии, помните мы там это? А как зовут? А зовут как? Я понял, что еще ни разу ей не представлялся. Я так и так и Рейдзи, детектив. Уверен, Мори тоже это слышал, а он с интересом уставился на меня. Рейдзи? Ага, можешь звать меня так. Беседуя со Стеллой, я краем глаза наблюдал за Мори Яроцуки. Если он слушал внимательно, то узнав, что я детектив должен каким-то образом отреагировать. О, так вы детектив? Ничего подозрительного в поведении не проявлялось. Он и в самом деле никак не связан с убийствами, или просто хороший притворщик? Может он, да, как бы притворяется. А вы Мори Яроцуки, верно? О, откуда вы меня знаете? Потому что я вас искал. Вам знакома девушка по имени Ниссизо на Юи? Стоя здесь мы загораживали вход в выставочный зал, я решил поскорее перейти к делу. Да, знаком. К моему удивлению, он не стал запираться. То есть не стал запираться он. Осенью прошлого года мы встретились в парке, и я уговорил ее попозировать для фото. Затем понимаешь, о чем я говорю? А затем, то есть понимаешь, да? Э, в смысле? Не похоже, что он темнит. Она исчезла. Правда? Дайте подумать, я не видел ее с нового года. Думал, она специально меня избегает. Не похоже, что он лжет. Это вообще какой-то почтолен непонятный. Что он тут делает? А я чем-то могу помочь? Просто честно, отвечай на вопросы. Сделаю все, что смогу. Я покажу вам те фото, которые я когда-то сделал. Которые тогда сделал? Фотографии не сезона? Да, конечно, я принесу их позже. Хорошо, встретимся вечером. Около станции Кейдзюди есть кафе. Называется Лунный мир. Хорошо, тогда увидимся позже. Хм, странно. Кто же он такой? Ярацуки повернулся и вышел из выставочного зала. Не знаю, могу ли я ему полностью доверять. Но есть шанс получить новую информацию. Так, стала внимательно смотреть на меня. Что? Рейди детектив? Да. О. Словно решив, что это ее устраивает, она удалилась. А вот я не могу понять. Хм. Так, и я в парке Инокасира. Пришел сюда, чтобы проверить факты, о которых вчера сообщила мне Тоджико. Тоджико. А я смотрелся, честно говоря, не помню, что там за факты были, потому что уже довольно-давно не играл, да? На берегу пруда играет несколько ребятишек. Спрошу-ка у них. Эй, ребята, найдется минутка? А, что дяденька? Дяденька. Ха-ха. Так, теперь надо как можно понятнее объяснить суть моего интереса. Кто-нибудь из вас видел поблизости брошенный кусок черной ткани? А, я знаю. Правда? Ага. Такатян нашел его здесь. Такатян? Тян, это же девушка, нашел его здесь и даже играл с ним. А где ткань сейчас? Такатян сказал, что ткань унес ветер и зашарнул на дерево. Сказал ребенок и указал куда-то вверх на дерево. Я посмотрел в указанном направлении, действительно на высоком дереве висело что-то черное. Да, высоко. Спасибо, малыш. Ну и как мне его теперь оттуда доставать? Ничего не поделаешь, придется лезть. Ха-ха. На деревья мы еще не лазили, если честно. А сколько лет прошло с тех пор, как я лазил по деревьям? Уф, еще немного. Кончиками пальцев я дотянулся до ткани. Так, теперь бы ее ухватить. Так, черная ткань, смотрите. А свер... Сверзнуться отсюда будет не слишком приятно. Наверное, упасть. Сенсей, что вы делаете? Что это за голова тут? Донеся снизу знакомый голос. Это безумная вот эта Тоджика. Сжимая в русский кусок ткани, я посмотрел вниз, но из-за ветвей ничего не мог разглядеть. Ничего не поделаешь? Я повесил кусок ткани себе на плечо и осторожно спустился с дерева. Это Тоджика. Уф, а что б я еще раз? Внизу меня дождалась Тоджика. Тоджика, что ты здесь делаешь? Это не меня, надо спрашивать? А я вам не Тоджика? Бог со всем этим, но как тебе этот... Как на тебе этот кусок ткани? Не тут ли часом, что носила черная Мадонна из слухов? Откуда мне узнать, если я ее не видела? Сказала Тоджика, внимательно разглядывая черное полотно. Выглядит так, как будто бы кто-то разгуливал, накинув ее на себя. Посмотрите, здесь вырезано отверстие. И правда, в том месте, куда указала Тоджика, в ткани была дыра. Выходит, ее можно надеть на себя, как дождевик, накидку. Итак, если это была черная Мадонна... Ведь до сих пор обнаруженный мы поблизости отсюда расчлененный труп почти никак не был связан с прочими убийствами, исключая историю с черным яйцом. То тайна раскрыта, да? Серьезно поинтересовалась Тоджика. Нет, Тоджика, ты все не... Все не... Ты ведь ничего не поняла. Я просто хотела подчеркнуть атмосферу. Если честно, мне кажется, это будет трудно вообще понять, кто убийца, потому что, блин, убийца может быть даже тот, кого мы ни разу не видели. И дождевик, и черная Мадонна, которая может даже просто не существовать, а просто это слухи могут быть. Я распрощался с Тоджика, поспешил к станции, где мы уговорились встретиться с Юзуми, рассчитывая показать ему кусок ткани. Не успел я подумать, что в лунном мире куда больше возможности скрасить ожидания, как из ворот станции вышел Юзуми и направился ко мне. Привет, ну что, нашел? Что-то нашел? Типа, ага, вот это. Кусок ткани? Очень похож на предыдущие, да? Ты тоже так думаешь? Говоря предыдущие, Юзуми имел в виду куски ткани, в которых были обернуты трупы. Ты можешь выяснить, нечастлив ли это одной ткани? Конечно могу, но что это нам даст? Может и ничего. Эй, не копятись, пускай это и не бог весть какая важная улика, но она может подтвердить связь убийства и легенды. Поскорее определи круг подозреваемых, иначе у нас скоро появятся новые трупы. О боже, если мне сейчас предложат выбирать, я даже не знаю, кого выбирать, если честно. Хотя мы немного приблизились к разгадке, но фактически не обнаружил ни одной весомой улики, способной прямиком вывести нас на убийцу. Да, у меня нету никаких вообще улик. Я вообще даже, я не помню даже половину людей, с которыми я общался. Мне бы на западе уже окрасилась цвета заката. Итак, куда мне теперь пойти? И смотрите, у нас сейчас будет выбор музея искусств. Ну, в музей искусств, мне кажется, смысла нету идти. Нам надо в лунный мир зайти. И не знаю, честно говоря, в частную академию оба вообще есть ли смысл идти, так как там тёлка, это голая только что. Ладно, давайте в лунный мир зайдём, обязательно за фотографиями, потому что это самое главное, мне кажется, пока что. Я прибыл в лунный мир. И опять же, смотрите, новелла нас кидает до такой степени, чтобы у нас был собственный выбор. Это очень хорошо. Это практически, что мы проходили последнего мужика, там тоже был выбор, куда идти. Это действовало на выбор, то есть на то, что будет происходить далее. Это очень, кстати, интересно. Так, я прибыл в лунный мир. В такое время здесь не бывает много посетителей. И я смогу немного перевести дух. Да, но мы же пришли не за этим. О! Странно, никто меня не встречает обычным приветствием. Сначала я подумал, что Киоко Хатсуна занятый, но оглянувшись, не увидел ни одного посетителя. Зато заметил, что с Киоко Хатсуна сидит в углу за стойкой и что-то обсуждают. Ну тогда, как насчёт этого? Хм, в бюджет не уложимся. Эй, я для вас уже не посетитель? О, так и Сакакун. Киоко наконец-то посмотрела в мою сторону. А, кофе. Эй, зачем вы в начале весны... Вам в начале весны мороженое? На стойке перед ними стояло несколько блюдцев с мороженым. Хатсуна тянут и утверждает, что нам требуется новое меню. Но люди говорят, что у нас всё время только печенье. Думаю, будет лучше, если у меню появятся пирожные и прочие сладости. Ну, со скоропортящимися продуктами будет масса проблем. Неужели нельзя поставить холодильник там? Так вы считаете, что достаточно лёгких закусок? Хм, а ты, Хатсуны Тян, сумела бы их приготовить? Я, конечно. Уверенно кивнула Хатсуны. И что теперь? Эй, а можно кофе? Хех, сколько мне ещё ждать? Скоро зато придёт море Руцуки, но в запасе есть ещё немного времени. Не подбодрит ли мне, не побродит ли мне пока по округе? Простите, Ока, скоро вернусь. Оставив этих двоих спорить за стойкой, я поднялся и вышел. Подождите, мы могли сюда и не идти? Да ладно, вы что, прикалываетесь, что ли? Так, у нас есть возможность пойти в клинику, в которой мы должны были увидеть эту врачиху нашу. Она там что-то нам должна была сказать, какую-то то ли... Что-то она, короче, должна была рассказать. Я не помню, если честно, что. Но, я думаю, стоит пойти сейчас сюда. И, блин, если её опять не будет, я вообще офигею. Я прибыл в Таканабаба, не то что меня звали сюда, какие-то дела, но... На входной двери клиники Такшер висела над табличкой с надписью «Подготовка». Это же не ресторан. И что теперь? А ну-ка, пофиг, зайдём внутрь, не зря же мы сюда приходили. Ну что, вперёд? Вот только какого чёрта я забыл про дела, по собственной воле лезу зверю в пасть. Внутри, разумеется, меня ждёт не тигр, но... Но это бешеная баба, наверное, да? Она спит просто, дрыхнет. Да она дрыхнет без задних ног. Развалившись на столе для утопсии пузом кверху. Нацума сан похрапывала во сне. Но у нас, правда, тут нету её, да? А, потерпи это место. Она ворочается и что-то бормочет во сне. Ах, ты стал таким большим. Давай, иди скорее сюда, Сютян. Сютян это кто? Безнадёжно. Пора отсюда уходить. Мы вообще зря пришли сюда. Блин, насколько... Два выбора я протупил. Что ж, приближается незначенное время. Назначено. Скоро в лунный мир придёт Мори Яруцуки. Так и знал, что туда смысла нет идти. Надо было в следующий раз пойду вообще в парк. Или куда-нибудь в другое место. Добро пожаловать, Токисайка-сан. Хацюна-кун, меня никто не искал? А, да, тот человек за дальним столиком. Хацюна указала на Яруцуки, попивавшую кофе со льдом. Кофе со льдом, как можно такое пить? Значит, всё-таки пришёл. Мне он показался не слишком надёжным. И я до последней минуты не был уверен, что его найду здесь. О, здравствуйте. Яруцуки встал и поклонился. Но даже, честно говоря, не думал, что ты явишься. Э? Почему? С неподдельным интересом спросил Яруцуки. Почему? Разве ты не знаешь, что один из подозреваемых... Что ты не один из подозреваемых. Э? Подозреваемых? В чём? Он что, в самом деле не понимает? Он, походу, вообще не знает. Я говорю о том, что ты мог похитить её. Э? А почему я? Что? Из тех, с кем общался не сезонно Юй, ты вызываешь больше всего подозрений. Полиция уже взяла тебя на заметку. Учитывая, что о нём не сообщила Юзуми, естественно, предположить, что парень казался объектом их особого интереса. Но ведь я ничего такого не делал. Если ты такое утверждаешь, тогда, может быть, расскажешь всё, что тебе известно? Конечно. Ошеломлённая Яруцуки достала сумке несколько фотографий. Я сделал их в прошлом году. Так, вот она как выглядит. С каждой фотографией улыбают... Улыбаясь не сезонной Юи. Я впервые увидел не застывшую маску с официальной фотографией, а лицо, на котором отражались живые чувства. В некоторых снимках она читает книгу. Я внимательно осмотрел изображение девушки в поисках чего-нибудь примечательного, но на первый взгляд ничего такого здесь не было. Хотя... Что там? Не знаешь, что за штука пристёгнута к портфелю? А что там? Кстати, неплохая такая девчонка. Ммм, обычное украшение? Чёрное яйцо. Что? Чёрное яйцо? Она говорила, что получила его от подруги, и объяснила, что всё... Что все подружки носят такие же. Там, да, не разбить яйцо, типа такого. Подруги, значит. Сато Юма не знала о чёрном яйце. И что мне теперь обойти всех, с кем она была знакома? Это было настоящее яйцо, только покрашенное и пустое внутри. Кстати, тебе известно, кто эти подруги? Разумеется, нет. Мы с ней были не настолько близки. Если в числе её подружек ходили Ку... Куизуми, Кей и Токигава Юми, не те ли яйца, что они носили с собой, оказались потом сошиты в споротые животы? Послушайте, так всё-таки где она сейчас? Пока не могу сказать. Мне нужно получить как можно больше информации обо всём, что связано с легендой о чёрном яйце. Даже если ради этого придётся действовать менее деликатно. Кто-то, связанный с девушками, верящими в легенду, и есть убийца. Да, это, конечно, тяжеловато понимать, потому что я даже не знаю. Ладно. Я возвращался из лунного мира, когда заметил среди прохожих знакомое лицо. Кучики Фумия. Он шёл навстречу и тоже меня узнал. Это вроде бы брат, да, этой... Кучики Тока. Сколько тут персонажей, это просто нереально. Я когда в Корпус Пати играл, там, не мог запомнить половину, а тут ещё больше. Добрый вечер, Такисака Сенсей. А, привет, идёте куда-нибудь выпить? Что вы, просто прогуливаюсь. Фумия добродушно улыбнулся. Я вообще не пью. Вот как? Что ж, неудивительно, он даже внешне не похож на любителя пропустить стакан другой. Он больше, знаете, похож на какого-то доктора непонятного. Сегодня вам опять пришлось нянчиться с токотян? О, нет, я просто был сопровождающим. Да, и сама она, надо признать, сегодня вела себя очень смирно. Возможно, потому что увидела эту картину. Правда? А ведь ещё утром веселье било через край. Позвольте спросить, Кучики-сан, у вас есть родственники, внешне похожи на току? А к чему этот вопрос? В музее, куда мы сегодня ходили, есть портрет девушки, как две капли воды, похожи на току. И это немного странно, ведь портрет был написан незадолго до окончания войны. Ого. Впечатления от картины сильно зависят от личности зрителя. Вам не кажется, что знакомство с токотян могло повлиять на ваше восприятие нарисованной девушки? Думаю, такое возможно. Тем более, если это говорит врач. Или это была Чизуру. Хотя не пропоминаю, чтобы она позировала художником, но... Не берите в голову, это всего лишь праздное любопытство. Правда? Тогда я пойду. Да, конечно. Ну, мне кажется, это сама либо тока, либо... Она сама не помнит, кто она вообще. И, возможно, она даже может быть и убийцей, и хрен его знает, если она сама даже не знает своего истинного назначения. Пройдя ведь путь от Кидзэцёдзи, я добрался домой. Теперь надо определиться с планами на завтра. Опа. Откуда она тут вообще? А с... А с возвращением, Сэнсэй? Уф, я дома. Подождите, а как это... Как это она так говорит с возвращением? Если она вообще, как бы... Может быть, тут какая-то ошибка, но это что, Джика? Почему она тут была и так спокойно? Оказавшись в своей комнате, я вздохнул с облегчением. Достал сигарету, прикурил и глубоко затянулся. Фух. Глядя на поднимающийся к потолку сигаретный дым, я вдруг понял, что страшно голоден. Интересно, что у нас там на ужин? И тут передо мной... На ужин будет жареный лосось и вареная таро. А какого хрена? Где наша сестра? Что за фигня? Почему Судзурика тут? А то как здесь оказалась. А перед этим не видел, как она тут оказалась, да? Полегче, сенсей. В нашей гостиной по хозяйски расположилась Тоджика. Во. Так бы сразу. Судзурика, ты тоже будешь есть? Из кухни вышла Юкари. А, а то. Это же домашняя стряпня Юкарин. Да что здесь творится? Тьфа. После ужина я принял ванну и вернулся к себе в комнату. Похоже, Тоджика остается на ночь. Странно, почему она остается. Но они же вроде подруги, да? А ведь у них завтра с утра занятия. Что ж. Завтра я тоже отправляюсь в академию и продолжу расследование. В первую очередь надо решить, как мне добыть информацию о легенде. Так. У нас есть выбор. Попросить помощи у Тоджика разознать через замдиректора. Не знаю. Может попросить помощи у Тоджика? Она как раз тут. Замдиректора Саюки. Отействовать на пориста это вообще как? Я не понимаю. Давайте у Тоджика попросим. Выбора нет. Придется попросить у Тоджика. А и о чем? И как вы умудряетесь входить в самый неподходящий момент? Вообще-то наша комната находится рядом с твоей. Ну и о чем вы собирались меня спросить? И почему от ее слов всякое желание просить сразу отпало? Ладно, деваться мне некуда. Слушай, Тоджика, не могла бы ты завтра в академии кое-что для меня разузнать? Если скажете очень прошу Сузурика сама, а Сузурика сама запросто, тогда может ты ее, Карри? Конечно, я не против. Эй, нечего меня игнорировать. Но ты же все равно суешь нос в это дело, верно? Да, еще и как. С вызовом заявила она. В таком случае просьба относится и к тебе. Да уж, будьте спокойны. И что мы должны сделать? Помнишь, Тоджика, как ты рассказывала мне о черном яйце? Теперь постарайтесь разузнать о нем как можно больше. Думаю, это будет непросто. Мне известно совсем немного, и почти наверняка группа, посвященных замешанного в каких-то темных делах, заговорила Тоджика с самым серьезным видом. И потом я сблизилась с Рахеми Сэмпай, что рассчитывала разузнать у нее подробности. Значит, Сукиши Марихеми как-то связана с этой историей? Скорее всего, но, думаю, мне Сэмпай ничего не скажет. Пожалуй, нам надо серьезно взяться за младших, которым известно об этой легенде, но... Если там и правда творятся темные дела, то мы просто обязаны узнать, что происходит на самом деле. Только не слишком задумываясь, я не хочу, чтобы подвергали себя в опасность. Не бойтесь, это же школа, где там могут быть опасности? Уверена, выпитила грудь Тоджика. Ну какие? Которые только, если вас не похитят и не там зарежут нахрен, как и тех. Так что надо быть аккуратным, мне кажется. О, доброе утро, сенсей. Войдя утром в гостиную, я увидел, как Тоджика все же по-хозяйски читает газету. Какие-нибудь тревожные новости? Не нашла, не убийственных грабежей, вполне себе мирный денек. Так вы оба живы... А, так вы оба быстро жжуете, да, завтрак, пора отправляться в академию. То есть у нас по-любому, как бы, мы сюда приходим, хоть в каком случае. Наконец мы все вместе отправились в академию. Сенсей, а машины у вас нет? При наших доходах брат не может себе такого позволить. Знаешь, сколько стоит Цудзулайт? 400 тысяч иен, и откуда у меня столько денег? А вот купи машину, добираться до школы стало бы гораздо легче. Да, еще можно на вертолете было или на лодке прям по асфальту. Сама купи, ты же достаточно зарабатываешь на своих рассказах. Ну, прав, у меня-то нет... О, точно, когда я найму шофера в вас, сенсей? У меня тоже нет прав. Так что, толку нету, да? Так, ну что, друзья, давайте на этой серии, конечно же, заканчиваем наше прохождение вот этой данной, да? И в следующую, как бы, серию вы тоже ловите. Заходите на канал на ютубе. Конечно же, проверяйте серии, проверяйте, вообще вышло видео или нет. Потому что бывает, в виде оно появляется, бывает, не появляется. Каждый день, а на канале что-то выходит. Так что, не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Может быть, я как-то неправильно иду. Может быть, у меня какие-то неправильные... Ну, то есть, к плохому финалу иду. Может, напишите мне в личку, там, например, чтобы я не вышел на очень плохой финал. Потому что, конечно же, хочется закончить все хорошо. Ну, и с вами был Блуд. И ждите следующую серию. Она скоро будет. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok